Всем огромный привет! Сегодня делаем очень вкусные крылышки по-гавайски. С лаймом. И угадайте, что это такое? Это айва. Будет очень вкусно. Запекать все будем в духовке. Крылышки надо приготовить, помыть. Я отрезала третью маленькую фалангу, сделала насечки и отрезала вот этот лишний жир. Я его отрезаю всегда. Подготовьте свои крылышки любым удобным для вас способом. Нам понадобится соевый соус, буквально щепотка тростникового сахара, любые травы без наличия в них соли. У меня нашлись только такие. Конечно же, черный молотый перец я буду использовать вот такой горошком через мельничку. Мед, чеснок, сок половинки лайма и, конечно же, сама айва. Будет очень вкусно. Давайте приступим и будем делать соус-маринад для наших крылышек. Отправляем в любую глубокую миску соевый соус. Сюда же щепотку тростникового сахара и мед. Количество ингредиентов я все оставлю внизу в описании обязательно. Все хорошо перемешиваем. Мед обязательно растает в соевом соусе, не беспокойтесь. Выдавливаю сюда чеснок. Чеснока возьмите по своему вкусу. В принципе, для такого количества крылышек 3 зубчика достаточно. Но я добавлю чуть побольше. Добавляю сюда же в соус травки. Травки можно использовать любые. Орегану, тимьян, розмарин. У меня итальянские травы, которые содержат в себе и базилик, и ореган, и майоран, и розмарин, и тимьян. Будет очень-очень вкусно. Главное, чтобы они были без соли. По вкусу обязательно еще немного подсолим. Обязательно попробуйте соус. И добавим черного молотого перца. Тоже по вкусу. Кто любит поострее, можете добавить красный острый перец. Я острый не очень люблю. Тем более, этот соус должен такой получиться пикантный, так как он у нас в гавайском стиле. Немножко кисло-сладкий. Более даже в сладкую сторону, чем в кислую. В сладкую и в пряную. Выжимаю прям сюда сок половины лайма. Все хорошо перемешиваем. Я обязательно сейчас попробую соус и добавлю сюда либо соль, либо черный молотый перец. Маринад мой готов. Заливаем крылышки подготовленным маринадом. И делаем крылышком массаж. Обязательно, чтобы все-все крылышки были в этом маринаде. Оставляю минимум на час. Максимум можно оставить подольше, чтобы крылышки хорошо промариновались. Обычно я это делаю на ночь. А уже утром или в обед ставлю в духовку. Сейчас я оставлю на час, потому что времени у меня нет. Я думаю, крылышкам этого хватит. Крылышки наши намариновались. Теперь укладываем их в жаропрочную форму. У меня керамическая. Вот так вот красиво, поплотнеет друг к другу. Поливаю все остатками соуса. Айву разрезаю на дольки. Вот так она выглядит. Сейчас я вам покажу. Вот так. Вынимаем сердцевинку. Получились у меня вот такие дольки с айвой. И вкладываем их вот сюда, между наших крылышек. Прикрываю все фольгой, чтобы наши крылышки не успели раньше времени сгореть. И отправляю в духовку на 180 градусов на 30 минут. За 10-15 минут до конца снимаю фольгу и даю крылышкам под запечься сверху. Крылышки готовы. Получается очень необычный кисло-сладкий вкус. Больше, конечно, в сладкую сторону. Обязательно попробуйте, приготовьте. С таким маринадом, я думаю, вам очень понравится. Кому понравился мой рецепт, обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Также заходите в мою группу ВКонтакте, делитесь моими рецептами со своими друзьями и родственниками. Подписывайтесь на второй канал, чтобы не пропускать видео о покупках и не только. Всем огромное спасибо. До свидания и пока. Готовьте так же вкусно. Готовьте так же вкусно.